Большинство мужчин абсолютно равнодушно относятся к народному пению, разведению цветов, готовке на кухне и кошкам. У него всё наоборот. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Константин Каргальцев. Небольшая рязанская квартира уже с порога характеризует хозяина. На кухне всё готово к чаю. Вместо картин на стенах призовые розетки пушистых любимцев. А вот, собственно, и они усаживаются в наши копры. Мне кажется, родители до сих пор не верят во всё это. Хотя, откровенно говоря, они поддерживают меня. Я очень им благодарен, что они вот эти мои... То, что могло показаться кому-то родителям капризами, поступить в музыкальное училище, засадить весь балкон цветами, завести кошек. Нет, он не из тех, кто много музицировал в детстве или притаскивал родителям бездомных голодных котят. Но первое детское воспоминание, когда уличной кошке налили в блюдце молока, и уже через секунду она и маленький Костя лакали его вместе. Изучать и разводить племенных животных он начал всего несколько лет назад. Наш питомник, который официально зарегистрирован в Международной Федерации Кошек, называется Созом. Это название по аббревиатуре имён наших кошек – София, Арнольд и Злата. Это первые три кошки, которые приехали в наш дом и которые стали основанием этого питомника. Самая главная звёздочка нашего питомника – девочка, которая закрыла титул международного чемпиона по ВЦФ в системе. Она очень любит фотографироваться, она очень любит позировать, она очень любит внимание, когда рассказывают, какие у неё зелёные большие глаза, золотая пустая шубка. Юная звёздочка, приехала из Санкт-Петербурга, родители её приехали из Нидерландов. Так что иностранка в нашем питомнике, можно сказать. У него самого с улыбкой, говорит Константин, пожалуй, не такой замурчательный характер. Как любая дева, мой характер, как по водной кавказе. Но именно эта в чём-то детская эмоциональная переменчивость помогает ему найти общий язык с детьми. Константин – автор уникальной учебной программы по работе с фольклорным ансамблем в школе. Под его руководством зажлось немало новых звёздочек. Самой своей большой наградой я считаю победу моих детей. Ему ли не знать, что иногда талант в ребёнке нужно искать, как драгоценный камень в недрах земли? Меня никогда никуда не брали петь, не играть на музыкальном инструменте, аргументируя, что у меня нет ни слух, ни голоса. Ну, наверное, можно бы в это поверить, но когда появился в моей жизни педагог с большой буквы, который начал мной заниматься, то через год появились результаты. Надо признать, что тогда и его педагог не очень верил в успех, но терпеливо помог пройти эту школу. А потом был всероссийский конкурс и первое место. С тех пор он не расстаётся с народной песней. Знаете, как Эдит Пиава говорила, даже телефонный справочник можно спеть так, что весь зал будет рыгать. Наш-то козёл, символ в волку бил. Бабка-прялку, подлаку, беретёнце, подоконце. Подоконце и скорей в лесок бежать, козловочку спасать. Если с музыкальной школы всё понятно, мама записывает ребёнка и следит за посещаемостью, то для работы в Доме детского творчества преподавателю приходится пользоваться полным арсеналом всех возможных средств. Как мне кажется, главное – это детей заинтересовать. Когда они понимают, что они делают, когда им интересно, тогда они заинтересованы. Вот это, наверное, самая главная задача любого педагога, чем бы он ни занимался. Преподавал математику, вязание крючком, резьбу поделил. Многие и забыли, что именно певучесть – главный собирательный признак духовного здоровья нации. Именно песню всегда воспитывала, объединяла, образовывала, развивала и толкала на великие подвиги. Не каждое современное произведение обладает таким богатым художественным миром. А насчёт того, что появляются какие-то современные произведения, ведь пишут и в народном стиле. И я сам пишу, и адаптирую песни для детей. ПЕСНЯ 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 в народном направлении. Мы не берем глубокий фольклор, не все это могут понять, не все это могут правильно преподнести. Мы основываемся на школе Нины Константина Мешко, это Гнесинская школа, Академия имени Гнесиных. Вот ее труды, ее понимание народной песни, оно лежит в основе моей работы. А в основе широкой души моего героя, как выяснилось, лежат гены талантливых родственников. Правда, ни для кого из них эта деятельность не стала профессиональной. Пожалуй, только бабушка могла составить конкуренцию звездам тех лет. На одном из смотрев художественной самодеятельности, которые были популярны в Советском Союзе, и она заняла первое место, ее пригласили без экзаменов поступать в Академию имени Гнесиных. Но бабушка уже на тот момент вышла замуж, у нее была молодая семья, естественно, муж сказал, что надо варить каши, борщи, а не ездить по Москве по институту. Зато талантливый внук оказался прекрасным примером того, что домашние борщи творчеству совершенно не мешают. Между прочим, по одной из специальностей Константин – технолог общественного питания. Он-то знает толк в ингредиентах. В песне их не меньше. Метафоры, образность, сакральный смысл. Это удивительно, что в наше время, в век РНБ и попсы, его ученики наряжаются в рубахе и сарафаны, вышитые бисером, и гордятся умением исполнять именно народную песню. Кокошник в привычном стиле, такой сердечком, это бескуйство жуткое, сейчас, по-моему, все уже от этого отошли. Костюм должен быть. Я не настаиваю, чтобы он был у всех детей одинаковым. Я думаю, что если бы мы перенеслись на 200 лет назад в какую-нибудь глухую деревню, мы не увидели бы, что все жители сходят только в одном костюме, с одинаковыми вышинками, одинаковыми лентами. Каждый проявлял свою фонтель. А вот в наши дни лучше подстраховаться не выдумкой, а знанием истории костюма. А то ведь всякое может случиться. Мне моя мама на заре, когда я начал заниматься музыкой, шила народный костюм. Ручная вышивка потрясающаяся. Подходит ко мне один искусает и говорит, поздравляю. И говорит, на каком вы месяце? Наши предки знали толк к культуре, какими бы не просвещенными они ни были. В каждом вышитом крестике таился свой смысл. Его задача – найти всему этому место в современности. В ту же самую передачу «Голос» мы играем со своими детьми на занятии. Поскольку любой ребёнок должен не только правильно петь песню, он должен слышать свои ошибки и ошибки другого исполнителя, чтобы осознать это и в следующий раз воплотить это грамотно. Сегодня даже балкон Константина – экспериментальная площадка. Много лет назад на 8 марта он купил для мамы орхидею. Так родилось ещё одно красивое увлечение – садоводство. Это растение приехало из немецкой оранжереи. У нас многие редкие сорта, они заказываются именно из немецких оранжерей, потому что они селекционируют и продают на весь мир очень красивые растения. А эти и вовсе похожи на тончайшее бальное платье. Как не вдохновиться? Это мой трофей. Это Таиланд. Одна из заграничных поездок. Это королевский отель. Ну что сказать, есть в наше время мужчины, способные удивлять. И почему-то кажется, что очередное увлечение не заставит себя ждать. Желаем в этом удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова